Здравствуйте! В эфире Школа Жизни. Программа о том, как жить правильно. Сегодня в центре нашего внимания правила оказания первой медицинской помощи. Министерство здравоохранения инициирует возвращение курса оказания первой медицинской помощи в школьную программу и считает необходимым максимально популяризировать эти знания среди взрослых. Подобная инициатива уже вызвала негативные отклики среди родителей и педагогов. Дескать, школьная программа и так перегружена, а медицинскую помощь должны оказывать исключительно профессионалы. Как быть? Поговорим на эту тему. Инициатива Министерства здравоохранения очень своевременна. От качества оказания до врачебной помощи иногда зависит весь исход травмы. Поэтому очень важно начать обучать население, возобновить то, что преподается в школе, в институтах, в училищах и в лицеях. Поскольку я имею дело с людьми, которые имеют так называемый синдром приобретенной беспомощности, то есть люди говорят «я беспомощный», то очень часто они не могут оказать первую помощь даже самим себе. И это очень страшно. Инициатива Министерства здравоохранения, я считаю, действительно своевременна. Даже можно было раньше. Поскольку последний раз до врачебной помощи мы учились максимум в армии, то времена меняются. И когда ты сталкиваешься с чем-то более серьезным, нужно уметь оказать до врачебную помощь и нужно вернуться к ее обучению хотя бы периодичностью раз в год. Итак, уважаемые эксперты, насколько актуальна эта проблема? Помощь делится на медицинскую и первую доврачебную. Вот именно о первой доврачебной помощи мы и говорим. Ее должен уметь оказать каждый. Каждый родитель, каждый педагог, большинство прохожих, каждый водитель. Потому что он в экстремальных ситуациях и иногда его навыки и умения очень важны. И о первой доврачебной помощи, о ее качестве очень иногда многое зависит. Медики приедут, они помогут в рамках компетенции, с сложным инвентарем. Но первые секунды не будут потеряны. И этой помощью должен владеть практически каждый человек. Скажите, ну насколько хороша идея Министерства здравоохранения о всеобщем ликбезе населения в области умения оказать первую помощь? Или, как вы говорите, доврачебную помощь? Это замечательная идея. И не просто замечательная идея. Это позволит нашей стране, в которой достаточно много травм случается, улучшить качество жизни людей и избежать негативных последствий травм. Мы живем под мирным небом. Но то, что у нас нет войны, это не значит, что у нас не может быть несчастных случаев. И население должно быть готово оказывать первую доврачебную помощь. Это очень важно. Спасибо. А я хочу спросить у Светланы. Как вот этот объем знаний по оказанию, скажем, первой доврачебной помощи вписывается в школьные программы? Этот курс идет со 2 по 9 класс, оказание первой доврачебной помощи. Ну, наверное, не в том достаточном объеме, чтобы конкретно обучить. Но зато он идет планово. То есть начинаем мы с элементарных правил, да, подняли, отряхнули, промыли, зеленка, йод, до использования жгута при артериальных кровотечениях уже в 9 классах. То есть знания пополняются постепенно. Но опять-таки это годы. Это не значит, что за один год обучения этому предмету мы будем все знать. А то, что министерство такое сделало предложение, это просто шикарно. В нашей школе мы провели уже обучение педперсонала. И это, ну, легко, мне кажется, в любой школе проводить на педагогических советах. Спасибо, Светлана. А я бы хотела спросить у Сергея. Скажите, Сергей, вот на ваш взгляд, кому такие знания больше нужны? Родителям или их детям? Ну, я думаю, что и родителям, и детям нужны, да. Тут вопрос, кто с чем сталкивается, с каким видом травм. Когда, например, дети, ну, может быть, ну, не такие большие, не маленькие уже, может быть, не большие, травм, наверное, не так много, как бы, вот, да, по моему опыту. Но, например, когда ты начинаешь серьезно заниматься с подростками, да, вот, как мы, например, играем в наши дворовые игры, травм немного, но они есть, да, там, разбитые коленки, там, да, еще что-то, какие-то царапины, да. И ты понимаешь, что вот в этих ситуациях очень хорошо, чтобы и знали, и взрослые, и дети тоже что делать. Поэтому, ребят, надо учиться там. И я думаю, что они будут с удовольствием учиться, потому что они это видят вот вживую, как бы, да, на практике. Спасибо. Но есть вот еще один такой вопрос. Насколько психологически готовы наши люди оказать эту самую первую доврачебную помощь? Ну, вот я хочу сказать, что в школах обязательно, вот в этом курсе, должны быть знания, как держать удар, как не терять равновесие во время экстремальных событий. А как это достигается? Это достигается путем тренировки. Сергей, вот что вы видите, что вы наблюдаете, насколько готово наше население, взрослые дети, оказывать первую доврачебную помощь? Если знать, что делать и как делать, да, если это реально видеть, что это происходит рядом, то, я думаю, и в обучении, и в применении проблем возникнуть не должно. Хорошо. Но есть же и люди, которые просто элементарно боятся крови. Как им себя психологически настроить и оказать вот эту элементарную помощь? Страх крови, он есть. Но он больше надуманный, чем реальный. Человек, который говорит, что я ах-ах, я боюсь крови, на самом деле при виде крови не теряет сознание. И когда сам режет пальчик, в обморок не падает. Мы же не призываем сделать полостную операцию на месте аварии случайному прохожему. Но заклеить ребенку пластырем-ранку может любой родитель. И если не давать себе штампы, я боюсь того, я боюсь сего, то человек будет более готов, потому что, я считаю, в нашем обществе чувство сострадания и помощи очень развито. В неотложной доврачебной помощи нет ничего сложного и экстраординарного. Светлана, а что на этот счет скажут педагоги? Вот как можно психологически подготовить ребенка? Любая, наверное, подготовка, и не только психологическая, это практика. Это нужно отрабатывать. И в любой памятке, при любой какой-то чрезвычайной ситуации, первым пунктом всегда прописывают, не паниковать. Это самое важное. Спасибо. Скажите, пожалуйста, уважаемые эксперты, а каким вообще запасом знаний должен обладать каждый человек, чтобы оказать первую медицинскую помощь, доврачебную помощь? Я хочу сказать, что эти запасы нужно постоянно пополнять. Мир не стоит на месте. Информация, в том числе медицинская, постоянно обновляется. И поэтому эти навыки просто нужно в себе просто поддерживать, просто интересоваться этой темой. Разрешите привести личный пример. Дети у меня не медики. И дочка после какого-то большого праздника города пришла и рассказала, как плохо стало мальчику. И говорит, я поражена, как растерялись взрослые. Они вызвали скорую и ничего не делают. А ведь у мальчика есть телефон. Надо позвонить его маме. Надо сообщить. Нужно вырабатывать в себе очень специфичный навык, который пригодится буквально во все случаи жизни. Вот то, о чем сейчас говорила Ольга. Это навык не терять бдительность, не терять внутреннее равновесие. И умение, навык держать удар при любой ситуации. Но еще, я думаю, что мы упускаем еще один очень важный момент. Это умение попросить помощи. Но, к сожалению, это так. Особенно я наблюдаю это у ребят. Несмотря на переломы, такое я видел. Несмотря на какие-то раны, все равно никто ничего не делает, пока не обратишь внимания, пока не заставишь что-то делать. Важно уметь просить помощь не только у взрослых, а просто у сверстников. Довести до дома, позвонить куда-то. Ребенок должен знать, что у него есть место. Место в обществе, место в семье, место в школе. Должен знать, что о нем заботиться. И заявить о своих проблемах, о своих потребностях. Это тоже очень важный навык. Они могут не хотеть привлекать к себе внимание лишнего. Потому что это целый класс. И тут я, и все на меня смотрят. Но ведь как важно правильно вовремя купировать боль или обработать ранку. Ведь это поможет избежать дальнейших проблем. Вот это объясняете, Светлана? Конечно. Конечно. И столкнулась с тем, что мне, ну, во-первых, эта тема близка мне. И средств, которые мы используем при оказании первой дворочебной помощи, опять-таки у нас наш научно-технический прогресс. Вот зеленка, йод сейчас у нас в аптеках продаются в виде фломастеров. У меня ребенку 8 лет. Они играют вот с сестрой двоюродной на даче. Сестра падает, ссадина на колени. Он сам. Он обрабатывает, водой промывает это все. Салфеточкой сухой промакивает. И, ну, йодом. Зеленка просто очень яркая. Наверное, не хотят летом как-то светиться. И йодом он обрабатывает края раны. То есть, ну, в 8 лет он уже знает, что в рану не заливается ничего, да. Есть различные сыпучие антисептики. Да, вот в аптеках ссадина та же самая. Ничем сразу посыпали. Бактерицидным действием обладает. То есть все очень удобно. Нам облегчают жизнь как могут. Я знаю, что на этот счет есть свои доводы у Ольги. Но я все же хочу еще раз заострить внимание. Итак, дети и взрослые. Кто в каком возрасте должен какими знаниями обладать? Каждый должен по мере развития, так скажем, речи, навыков общения, говорить о проблеме. И для ребенка до 8 лет главное заявить о том, что у него проблема. Что он упал, что он что-то на себя прокинул, что он влез, пусть в запрещенное родителями место, но набедокурил, но нанес вред себе. Об этом нужно заявить. А дальше все-таки за детьми должны смотреть родители. И родители должны отвечать. И вот родители уже точно должны уметь оказывать неотложную помощь. Это школа жизни. И мы говорим о том, что нам нужно знать и уметь, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Уважаемые эксперты, внимание на экран. Берем пеньки. Открываем. Наливаем чуть-чуть. Мы берем венчик. Доктор, все будет хорошо. Все будет хорошо. А сейчас срочно зовем родителей. Мама! Вот такой вариант. Ольга, приемлем? Вполне. Только бинт, конечно, затянули очень туго. И желательно, чтобы кто-то из взрослых ранку осмотрел до перевязки, чтобы потом медику могли рассказать, как выглядело до оказания помощи. Любой ребенок рождается с инстинктом самосохранения. И этот инстинкт очень развит. Уважаемые эксперты, а насколько вообще правильно ставить вопрос оказания первой медицинской помощи детьми? Ведь с одной стороны мы говорим, что да, дети по мере взросления должны пополнять свои знания на этот счет. А с другой стороны говорим, колющие, режущие предметы нет. Медикаменты все должны быть спрятаны. Вот как быть в этой ситуации? Среди средств неотложной помощи нет каких-то особо токсичных или особо опасных веществ. Поэтому прикасаться к ним можно. И я считаю, нужно. И даже в бытовом вопросе всегда можно привлечь ребенка. Ну смотри, мама поцарапалась. Давай ты мне обрабатываешь ранку. В прошлый раз я тебе обрабатывала. Смысл до врачебной помощи просто закрыть рану, чтобы в нее что-то еще не попало. И поэтому присутствие ножниц не обязательно. Все неотложные пакеты, они все сделаны так, они вскрываются без колющих, без режущих предметов. Но какими-то, конечно, навыками дети обладать должны, безусловно. У взрослых, которые задыхаются, ну, как минимум нужно открыть дверь. Потому что если квартира закрыта изнутри, в нее можно не попасть. И второе, да, сообщить. Сообщить и называть адрес. Воспитание в семье и формирование желания помочь другим, это все-таки идет не из школы, не от медицины. А это именно из семьи. А я хочу спросить у Людмилы, а насколько вот этот прием обучения в форме игры в данном случае работает? Ведь говорим мы совсем не о шуточных вещах. Если мы говорим о детках, да, то самая главная деятельность у детей – это игра. Естественно, через игру мы можем обучить и привить любые навыки. Но я хотела бы еще о чем сказать. Вот каждый человек в жизни должен иметь личностный план заботы о самом себе. Например, даже трехлетний ребенок, например, имея аллергию, да, там, например, на цитрусовые, на апельсины, он должен знать, что оказавшись в какой-то ситуации, например, в гостях, ему предлагают апельсин, он должен сказать, нет, спасибо, мне это нельзя. Почему это очень важно? Да, потому что я видела массу людей, да, во взрослом состоянии, когда я просто наблюдала вот этот вот синдром приобретенной беспомощности, когда человек говорит, не-не-не, я это не знаю, я это не умею, это умеет, там, Иванов, Петров, Сидоров, а я это вот, к этому никакого не имею отношения, да. Вот эта вот беспомощность, это очень, это большой риск для жизни, как самого себя, так и окружающих. Если мама не может владеть собой, а это и есть план заботы о самом себе, да, то вряд ли она поможет своему ребенку, она может только навредить. Ну, в этом случае, наверное, хорошо помогают своим детям отцы, которые уж сильные, смелые и точно знают, что им нужно знать в жизни по поводу оказания первой медицинской помощи. Ну, ее нужно тоже поддерживать всегда, да, потому что, опять же, как взрослые учатся, да, оказывать медицинскую помощь. Это школа, особенно там Советского Союза, да, призывная подготовка, которая была у всех. Это армия, те, кто были. Все, все, то есть, а это надо понимать, что, да, там, ну, брать меня, это почти 20 лет назад, то есть, и после этого никак с этим не сталкиваться, да, это достаточно такая серьезный вопрос, да. Ну, мне кажется, Сергей, имея троих детей, вот эти ситуации, они проигрываются вновь и вновь у человека. Да, нет, я бы не сказал, потому что, что есть, пластырьки-то есть, да, они, с ними-то просто, да, сложнее, когда возникает что-то посерьезнее, да, например, вопросы переломов. Они вроде их нету, потом они появляются, да, где-то, но я видел эти вещи тоже на площадке, как бы, поэтому вообще нужно поддерживать себя в форме, так сказать, и в этом плане тоже, да, и хорошо можно задуматься о том, что хотя бы там какие-то мини-курсы, не знаю, на часок в год, они бы не помешали наверняка, да, чтобы пройти как-то, вспомнить какие-то основные моменты. То есть инициативу Министерства здравоохранения вы, как отец, поддерживаете? Нет, однозначно, однозначно, мало того, я уже думал, как это можно применить. Спасибо, Сергей. Ну а теперь о том, какие же средства нужно иметь в каждом доме. Каков он минимальный набор? Большого арсенала не надо. Я принесла, наверное, даже с избытком средств, чтобы предложить аудитории выбрать на свой вкус антисептики, перекись водорода, хлоргексидин, зеленка или раствор бриллиантового зелени, которую мы сегодня упоминали. Яркая, красивая, да. В старинной упаковке фломастеры, надо помнить, что они индивидуальные. Настойка календулы даже, это спиртовой раствор. Ну и немножко я хочу показать средства, которые защищают рану. Это элементарно салфетки и пластыри. Это не обязательно должно быть все время, но просто надо о них знать. И простую ссадину упал ребенок на асфальте, простой какой-то бытовой порез, ну даже у хозяйки нож немножко соскочил. Ведь можно все обработать в домашних условиях. Промыли хлоргексидином, это без спиртовой раствор. Да. И наложили пластыри. Сейчас у нас наша промышленность выпускает волшебные пластыри, гидроколлоидные. Раны буквально за несколько дней затягиваются. Они доступны, они есть в аптеках. Ольга, ну вы вот все время к хлоргексидину обращаетесь, да? Скажите, пожалуйста, а вот эти средства жидкие, они дополняют друг друга или заменяют друг друга? Ну, скорее, это уже нюансы. Они немножко заменяют друг друга. То есть можно иметь что-то одно из этих четырех средств, правильно? Да. Или два в наборе. Красивую зеленку и менее красивую перекись. Да, возможно, вполне. Перекись хорошо обеззаражит. Если глубокая колотая рана, хорошо раздвинет края раны. Бриллиантовый зеленый замечательно формирует корочки. Если ребенок упал, ссадина, большая раневая поверхность, неглубокая, но болит, ссаднит. После того, как мы обработаем зеленкой, сформируется корочка и не будет больно, что замечательно. Календула не красит, тоже спиртовая обработка, все хорошо. Я единственное хочу обратиться к родителям. Сейчас очень много ожогов. Ожог ничем обрабатывать не нужно. Его нужно охладить и закрыть салфеткой. Ожог чем-то горячим. Горячим. Например, кипяток. Встал ребенок в костер. Попала на него какая-то горящая ткань. То есть утюг. Любой ожог контактный, кипятком. Любой ожог. Его не надо обрабатывать до осмотра врача. Ребенка надо обезболить. Ему надо дать обезболивающее. Ибупрофен. Парацетамол. Старшим детям можно дать в такой ситуации анальгин. Охладить просто водой и накрыть салфеткой. Все. Ничем обрабатывать не надо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а где уже сегодня можно получить советы по оказанию первой медицинской помощи? Сергей, скажите, в школе отцов можно получить такие советы? Пока нет, но уже да. Ну, то есть... Пока. Мы, нашу папу-школу, да, мы проводим на базе четвертой поликлиники детской, да, где Ольга Николаевна заведующая. Поэтому появилась у них комната специальная, где я обучаюсь этому всему. Поэтому мы даже уже с прошлой группы, да, начали проводить отдельную встречу, которая посвящена только помощи. Да, и вот это важно, как бы, да, и сейчас мы думаем над тем, как это внедрить даже для ребят в наши дворовые игры, потому что это важно. Опять же, какие-то мастер-классы хотя бы там на 20-30 минут понимать, как бы, что с этим делать. Но, естественно, мы когда уходим в походы, как бы, да, у нас есть инструктора, которые все это делают, как бы, да, но очень важно ребят учить этому. Спасибо. Ольга Николаевна, ну вот посмотрели родители нашу программу и решили прийти на занятия. Куда? Занятия проходят в четвертой детской поликлинике ТСИЛЬМАШ Богданова, 12, корпус 3. У нас есть специально оборудованная комната, модельный центр профилактики травмы. Нам этот центр помог оборудовать ЮНИСЕФ. Системно занимаемся с беременными женщинами на постоянной основе. По вторникам в 10 утра мы занимаемся с будущими отцами по приглашению Сергея по мере формирования групп. И всю весну до лета мы занимались с родителями, которые приходили, а мы показывали. Но школа была не очень эффективна, очень мало приходило людей. Будем вывешивать на сайте нашей поликлиники, на сайте центральной детской поликлиники. Будет расписание именно по неотложной помощи для родителей. Это, конечно, будет, скорее всего, вечернее время, потому что многие работают. Будем заниматься дополнительно. Понятно, спасибо. Светлана, скажите, ну, врачи будут обучать, будут помогать родителям постигать эти знания. Но ведь и школа в стороне не останется. То, что касается деток, вот мы практику отрабатываем в лице МЧС. То, что касается взрослых, мы приглашаем сотрудников МЧС к нам. Они привозят кое-какие, опять-таки, манекены с собой. Родители очень взрослые, стеснительные, поэтому не выходят попробовать сами, но хотя бы смотрят, как это делается. Видеоролики и реально вот сотрудники МЧС показывают. Медработников пока, ну вот, при моей памяти, пока мы не приглашали. Хотя, все впереди. Лиха беда начала. И если, да, если у вас, опять-таки, эти школы есть, я была бы только рада даже с детьми. Это понятно для взрослых, но для детей это тоже будет полезно. Взрослых очень сложно собрать. Уважаемые эксперты, ну а теперь ваши пожелания родителям и их детям по правилам поведения, по наличию необходимой аптечки в доме. Как им быть, что нужно делать, чтобы жизнь и здоровье сохранить в безопасности? Друзья, сильно рекомендую прокачивать свои навыки в плане оказания доврачебной помощи хотя бы раз в год. Сильно поможет. Уважаемые родители, начните с работы над собой. Ребенок не научится ничему новому, если вы не покажете ему пример. Научитесь обращать внимание на нуждающихся в помощи на улице. Научите этому своих детей. Научите своих детей элементарным навыкам промыть ранку, объяснить, что случилось, и честно рассказать о том, каков механизм травмы. И уже это поможет медикам оказать грамотную, квалифицированную помощь. Каждый родитель знает, как позаботиться о своем собственном ребенке. Но я предлагаю каждому родителю придумать свой собственный план заботы о самом себе. Вот это будет гораздо круче. Уважаемые родители, я хочу пригласить вас на родительские собрания, которые состоятся во всех школах, не только города Гомеля, на которых будут присутствовать сотрудники МЧС, ГАИ, медработники, которые пополнят ваш багаж знаний, в том числе и в области оказания первой доврачебной помощи. Для каждого из нас наука жизни актуальна. Так давайте учиться в школе жизни на телеканале «Беларусь-4» вместе. Всего вам доброго и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok